В этом видео я затрону самую важную новость последней недели, которую ждали все, кто мечтает эмигрировать в США. Объявление о проведении лотереи DV2022. Я расскажу, когда вы сможете подавать заявку, на что обратить внимание и как ее заполнить, чтобы вас не дисквалифицировали. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Нам удалось собрать огромное количество победителей в нашем телеграм-канале, где они делятся своими новостями и помогают друг другу. Больше тысячи победителей лотереи Green Card ежедневно делятся там своим опытом. Подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждениям. Ссылка будет в описании к видео. Заполнить заявку на участие можно будет с 7 октября по 10 ноября 2020 года с 12 часов по времени Нью-Йорка. Заранее предупреждаю, в первые и последние дни подачи заявок сервер обычно перегружен. И вы жалуетесь на то, что не можете подать заявку, а в некоторых ситуациях и вовсе можете задублировать ее или неправильно загрузить документы, что приведет к дисквалификации. Старайтесь заполнять все через неделю после старта, но как минимум за неделю до окончания приема заявок. Обратите внимание и на дневное время по Нью-Йорку. Обычно в этот период намного меньше желающих зарегистрироваться и есть больше вероятности успешно осуществить подачу. Обязательно сохраните номер заявки после заполнения анкеты в надежном месте. Распечатайте, либо же сохраните на компьютер, а лучше на облако или гугл диск, чтобы точно не потерять заветный номер. Это даст вам как минимум ощущение спокойства в следующем году во время проверки результатов, даже если сломается ваш компьютер. Не подавайте заявку, если вы не соответствуете правилам участия. Все равно на этапе прохождения интервью офицер это заметит и просто откажет вам в визе. Если же вы находитесь в браке, я рекомендую подавать заявку от обоих супругов. Это увеличит шансы на выигрыш. И обязательно ответственно отнеситесь к фотографиям. Не предоставляйте старых фотографий, либо же фотографий неправильного формата. Это действительно очень важно. Даже если вы выиграли, но у вашего партнера будет неправильное фото, это могут счесть за подделку или попытку мошенничества, а значит отказ в визе. Хотя, казалось бы, это не касается заявки вас как победителя. Не забывайте вписать всех детей возрастом до 21 года, которые должны быть указаны в заявке, даже если это дети от предыдущего брака вашего партнера, либо ребенок не живет с вами или не будет эмигрировать в США. Напомню, детей нужно не только вписать, но и загрузить их фотографии по правильным параметрам. И вы не сможете потом сказать в посольстве, что не сделали это, потому что ребенок, например, не живет с вами. Указать всех детей очень важно, и за несоблюдение этого правила вас также могут дисквалифицировать. С прошлого года в анкету нужно вписывать данные заграничного паспорта. Укажите только заграничный паспорт, который позволяет вам путешествовать по миру. Попытка внести в анкету внутренний паспорт, либо свидетельство о рождении, хоть и может увенчаться успехом, но вот на этапе интервью может также привести к отказу. Поэтому, если у вас нет сейчас заграничного паспорта, делайте его как можно скорее. Если же у вас есть паспорт, но сроки его действия закончатся после объявления результатов, вы все равно можете его указать. В таких ситуациях на собеседовании нужно будет просто предоставить копию паспорта, указанного в заявке, и новый паспорт, в который вы хотите получить визу, чтобы подтвердить, что вы все сделали по-честному и правильно. Никому не давайте данные вашей заявки. Поверьте, злоумышленники с радостью воспользуются и либо будут пытаться получить от вас выгоду, либо сделают так, чтобы вы и вовсе не смогли никуда поехать. Доверяйте только себе и юристу, если вы к нему обращаетесь. Если у вас есть какие-то сомнения в правильности заполнения заявки, или же вы хотите разобраться в своей конкретной ситуации, лучше обращаться к юристу, который точно знает, что и как нужно заполнять, и поможет вам сделать все так, как нужно. Ведь первый этап подачи заявки на участие в лотерее очень важный, и изменить в будущем ничего нельзя. Поэтому старайтесь делать все правильно и с первого раза. На нашем канале вы можете найти видео о том, как заполнить заявку, и ответы на самые популярные вопросы. Ссылки оставляю вам в описании, чтобы вам было удобнее. Подписывайтесь на наш канал, заполняйте заявку на участие в лотерее, и пусть вам улыбнется удача. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!